Йога в воздухе – уникальное сочетание асан-йоги, лечебной гимнастики, спонтанного движения с имитацией полета, релаксационных и медитативных поз в гамаке. Оно принципиально отличается от обычной йоги, однако все занятия начинаются с разминки. Это что, вставать пора? Дыхание – одно из главных составляющих йоги. Да, все делается через нос, и на вдохе грудная клетка раскрывается, поднимается вверх, ребра раскрываются. Затем долгий выдох, выдох длиннее. Ну, вот это вот дыхание у джая, оно очень важно, когда мы именно растягиваемся, когда нужно расслабиться. Потому что если мышцы напряженные, они не растягиваются, они только травмируются. И вот это дыхание глубокое, оно именно позволяет расслабить мышцы. Еще раз вдох, выдох. Еще раз вдох и вниз. Круглая спина наверх. Собираем ноги. Это была разминка. Переходим к гамакам. А значит, когда я говорю «гамак в ленту», это значит, что гамак нужно сложить в четыре слоя. Он у вас был изначально сложен в два слоя. Ну, в смысле, вот кромка с кромкой, да? Еще нужно соединить два раза. Гамак укладываем под лопатки. Вес тела полностью отдаем гамаку. Стопы ставим под анкера. Что такое анкера? Вон там, наверху, получается. А, дырочки. Да, да, под них ставим стопы на ширине таза. Полностью. Если где-то передавило, что-то давит, вот так себе подтянули, поправили гамак. Уложили хорошо лопатки. Чуть-чуть ноги поуже. Чуть-чуть, ага. Руки за голову. Живот внутрь. Вес тела полностью в гамаке. Опять беремся за гамак. Сгибаем правое колено. Гали. Левое. Стопы стоят устойчиво, параллельно друг к другу сгибаются только колени. Задание можно усложнить, двигаясь по кругу. Хорошо, мы берем стропу. Вставляем в стропу ногу так, чтобы пятка лежала в стропе. Поза кресла называется. Правильно? Да. Если где-то передавил гамак, подтяните себя вот так, подправьте его под плечи. Разгрузка позвоночника, шеи, тазового отдела и крестца при постоянном сидячем образе жизни просто необходима. Этого легко добиться с йогой в воздухе. Положили правую стопу на левое бедро. Можно помогать себе рукой. Поза ниндзя. Колено вниз. Ниндзя. Это поза супермен. Те, кто не может сидеть в позе лотоса на полу, смело могут попробовать сделать это в воздухе. А я разогнусь? По-моему, это больно. Не надо больше экспериментировать. Тем, кто чувствует себя комфортно, невероятно повезло. Они могут позволить себе расслабиться и помедитировать во время упражнений. Новичкам же пока стоит научиться балансировать. Были случаи травматизма, нет? Да, здесь, да. Сейчас мы не делаем. Ладно, я вот так. Вот так можно помедитировать. Я вообще всем советую заниматься обычной йогой, классической. А воздушной йогой заниматься, допустим, один раз в неделю для того, чтобы вытянуть позвоночник. То есть, в принципе, в ней как таковой особой нагрузки нет. Все гамак держит. Ну, просто идет вытяжение позвоночником. А если человек просто занимается физическими нагрузками, да, в спортзале, вот, и хочет для растяжки походить именно на занятия йога в воздухе. Ну, как вы это приветствуете? Или нужно обязательно все-таки заниматься йогой, чтобы прийти на йогу воздушную? Конечно, приветствую, потому что мы же с вами вот делали, да, на растягивание ног. Хорошо, беремся за первые ручки. И уходим вперед. Старайся просунуть косточки вперед, чтобы их не передавливало подвздошные. Здесь можно почувствовать себя и парашютистом, и даже летучей мышью. Висим, раскрываются бедра, вытягивается позвоночник, плюс перевернутая поза. Все перевернутые позы являются терапевтическими и панацеи от многих заболеваний. Чистая кровь поступает клеткам мозга и обновляет их, поэтому головные боли, усталость проходят. Перед занятиями йога в воздухе следует соблюдать несколько очень важных правил. До йоги нельзя есть, перед йогой нельзя есть три часа, это обязательно, чтобы желудок был пустой. Потом нельзя ни в коем случае курить, если занимаешься пранаямой. Пранаяма – это дыхание, которое мы с вами делали, самый простой, базовый, у джая. Нельзя курить. Может стать плохо от этого глубокого дыхания? Какие последствия? Почему нельзя? Легкие травмируются. Как это вы сделали все сейчас? Да, так висеть, еще заново зацепиться сзади. За какую? За левую ногу. Ой, а если… Так, стоп, подожди. Ты с тобой обмотай гамак, либо вот так, да, вот, зацепись, вот. Все, тебе так удобно, давай. И все, повисла вниз и за левую ногу руками. Все? Да. Чем-либо особым нужно питаться или нет? Особо, но это уже дело каждого. Вегетарианское какое-то питание. Ну, конечно, в йоге приветствуется вегетарианство, но я считаю, это уже дело каждого. Ксения, спасибо, что погрузили нас в мир воздушной йоги. Надеемся, что скоро мы увидим от вас новую тренировку, новый комплекс. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!